Привет, друзья! Мы находимся на Epicenter XL, в разгаре групповая стадия, но сегодня мы пришли в отель Мариот не по душу игроков, а по душу одного из комментаторов этого турнира, Даши Морозовой, Анна Жиретель, привет! Привет! Это первый турнир для тебя такого масштаба, поэтому можешь просто описать свои ощущения, свои эмоции, может быть какие-то хайлайты, которые для тебя существуют? Вот самый главный хайлайт это еда, разумеется, там все по очереди успели отметить, очень вкусно кормят, но разумеется, разумеется, это я так немного отошла от темы, это очень важный турнир для меня, это то, чего мы ждали уже достаточно долго, все-таки этот конкурс, сам конкурс длился долго комментаторов, и после отбора еще было много времени для моральной подготовки, но все равно очень волнительно. Ты не в первый раз работаешь на студии, у тебя был опыт, когда в UTC ты комментировала, но есть что-то вот такое, именно с точки зрения работы, с чем ты сталкиваешься впервые здесь, на эпицентре? Гораздо больше контроля и за словами, и контроль качества, то есть проводится обучение параллельно еще для того, чтобы ты лучше раскрывался, и просто коммуникация какая-то на другом уровне. Гораздо больше штат, соответственно, больше людей-посредников, с которыми ты работаешь, и гораздо больше коллег. Кстати, коллега, я так понимаю, это по большому счету твоя первая очная ставка с коллегами, по крайней мере, с большей частью из них. А как вообще атмосфера, коллектив, как ты влюбаешься? Если честно, я ожидала, что люди будут более закрытыми или просто игнорировать мое существование, это в принципе логично. Да нет, дело не в ЧСВ, просто что я человек, достаточно опосредованно к ним относящийся, ниоткуда не возьмись взявшийся, то есть вполне логично то, что они бы как-то в рабочей остановке мое существование не замечали бы. А здесь, наоборот, очень контактные, причем идут с этим контактом навстречу и оказались крайне дружелюбными. Это серьезно для меня было неожиданностью и очень приятной неожиданностью. А есть ли какой-то человек, про которого ты резко поменяла свое мнение? То есть, допустим, ты думала, ну этот парень, наверное, он вообще ЧСВ-шник, а он оказался там милый, приветливый? Да не особо у меня не сказать, что какие-то мнения складывались о людях, что там, о фишечках судить или такие вещи, тут особо что-то о личности со стороны не узнаешь, рабочая обстановка. Ну, тем более, я не сказать, что близко с кем-то успела познакомиться, просто там пару фраз перекинуться за едой и прочее. Здесь ничего особенного. Ты недавно говорила о том, что тебя немножко напрягает повышенное внимание к твоей персоне, ты заходишь в паблик популярного сайта, и ты там в закрепе, у твоего коллеги берут интервью и там рассказывают твою биографию. Ну, что именно тебя смущает в этом, то есть в чем минусы? Ну, я считаю, что вообще о человеке, когда идет речь, когда о нем говорят, когда он на слуху, это должно быть соответственно твоим заслугам. Я ничего не достигла, по крайней мере, ничего больше по сравнению там с моими коллегами, допустим, теми же, кто выиграл конкурс. И просто слишком много упоминаний на ровном месте. И это такое ощущение со стороны складывается даже у меня, что как будто кто-то проплатил, чтобы меня больше упоминали. И мне вот само от себя противно, я понимаю, что людям, которые на это... Ну, и я, по крайней мере, хоть как-то себя жалею, то есть, боже мой, бедная я, меня так часто показывают. А у других людей это просто тошноту вызывает. Я понимаю, что даже если меня тошнит, то других людей уже типа подавно. И просто я не понимаю зачем, вот и все. То есть, это единственный вопрос, который у меня задается в таком моменте. Основной тезис, что ты думаешь, что это не заслуженно? Да, ни с того ни с сего. То есть, если бы случилось что-то прям грандиозное, ну ладно, там вот выиграла конкурс, все, там, чуть-чуть об этом поговорили, достаточно. А тут вот как-то из ниоткуда. Ну, я понимаю, что сейчас, если это интервью куда-то запустится, то наверняка там оно тоже пойдет на киберспорт, еще куда-то, да. Я тебя позвала, чтобы в какой-нибудь закреп попасть, на самом деле, реально. Проплатила уже, да? Да, да. Ну, здесь просто, действительно, на мой взгляд, это больше упоминание, чем оно того заслуживает. А когда такое, вот, действительно, из ниоткуда, непонятно кто, так сильно мозолит глаза, это просто бесит. Вот если еще обращаться к твоим прежним высказываниям, ты говорила, что аудиторию нужно воспитывать. Что ты вообще под этим подразумеваешь? Как вот так вот взять и воспитать? Ну, аудитория складывается из того, из чего, соответственно, делается и контент сам. То есть люди, ясное дело, падки больше на всякий трэш, и, соответственно, если ты на трэше будешь свою аудиторию возделать, то она будет, соответственно, уровня в плане фидбэка, возможно, в плане своего интеллекта, возможно, возрастного даже ограничения. И я верю, что если серьезнее подходить и к самому контенту, то, соответственно, и люди будут серьезнее относиться к самому комьюнити. Потому что часто я там слышала высказывания, что фу, мусорная комьюнити, там у нас никого нельзя слушать, а можно слушать, если относиться к ним по-особенному. Но на самом деле на тот момент у меня были немного розовые очки, я понимаю, что там много на себя возложила. Не то чтобы на себя, а на тех людей, которые формируют контент. Но все не так безнадежно. Тебе не кажется, что это замкнутый круг, что когда-то кто-то воспитал комьюнити, там агрессивно настроенное, не сидя за словами, теперь из него вырастают новые поколения? Они просто вырастают. Я просто у более таких опосредованных киберспорта у людей, там из-за большого спорта, слышала о всяких исследованиях, мнениях о том, что изменится сама аудитория киберспорта. И там, допустим, ее пик будет через 10 лет, и там он будет больше, чем эта аудитория сама по себе, будет больше, чем у киберспорта. И обосновывали это тем, что сейчас, допустим, аудитория школьники, через 5 лет они начнут что-то зарабатывать, а через 10 лет они будут на пике своей платежеспособности. И, соответственно, поэтому от этой вот аудитории будет наибольший такой вот, скажем так, фидбэк, что ли, в плане денег. Хорошо. И поэтому я просто думаю, что со временем она вырастет и станет немного получше. Ну смотри, у них будет больше денег, но будет ли у них высший уровень культуры от этого? Я думаю, что, знаете, я вспоминаю себя школьниками, я вспоминаю своих одноклассников школьниками, я думаю, что со временем люди все же меняются. И есть у них некоторые черты, которые точно уже должны уйти на второй план. Но это, возможно, мои розовые очки, возможно, ничего не изменится. Но там, когда я вижу, тысячу раз коверкают просто фамилию одного человека и таким образом якобы его подкалывая, там, мне кажется, что это явно признак того, что люди не слишком конструктивно к этому человеку относятся. Но это я не про кастера говорю, это просто я вспоминаю какие-то истории. Все достаточно странно. Если честно, мне кажется, коверкать фамилию это еще лайтовый вариант на фоне того, что, в принципе, можно прочитать в интернете. Ну, в интернете всякое можно прочитать, но это уже отдельный вопрос. Я тут про себя вообще не говорю, просто в принципе. А контент, который, мы говорим о комментировании, и о том, что происходит на ютубе, и о сайтах киберспортивных, опять же, мы эту тему уже затрагивали. Как ты вообще думаешь, каково состояние вот этой вот системы СМИ, что ли, в киберспорте? Я вот буквально на днях слышала от одного из контент-мейкеров о том, что в последнее время почему-то достаточно резко упали количество просмотров и прочего для того же объема контента и качества контента, которое было раньше. Так что не могу ничего сказать. Мне кажется, что там местами форму контента можно поменять. Но это тоже придет со временем, когда больше профессионалов придет в эту часть киберспорта, потому что многое сейчас выросло на энтузиазме, на энтузиастах, которые, возможно, какой-то теоретический подоплек и не знают. Ну или, возможно, просто придут люди, у которых опыта побольше. С одной стороны, да, с другой стороны, вроде бы профессионалы не внедряются в менеджмент уже, там куча специалистов из спорта переходят в киберспорт. А вот в плане творчества все почему-то остается так, как оно было. То есть людей, которые имеют профильное образование банально, можно посчитать там по пальцам одной руки, например. Ну это тоже, это нужно, во-первых, о каждом досконально все узнать, прежде чем такое утверждать. Ну вот со стороны я не могу никаких нареканий высказать качество этого контента именно с точки зрения технической. Ну это тоже, не сказать, что я там огромного опыта человеку, у меня просто профессиональное образование получается. Но это все говорится о тех мелочах, которые и так все люди, я думаю, со временем все-таки дошли. Еще один важный нюанс, тоже часть контента, это лексика. Недавно совершенно, там буквально год назад эта волна началась, англицизмы, сленговые слова. Насколько важна лексика вообще в киберспортивном комментировании, насколько нужно за ней следить? Или по сути ты можешь просто быть расслабленным, ты вещаешь на молодую аудиторию и можешь говорить, что хочешь? Ну вот здесь такой вопрос, с которым борется и в большом спорте, в футболе в том числе, слышала о разных историях, о том, что так же борются с англицизмом и со сленгом, просто сленгом. Вот сленг это скорее там называть, допустим, виртус-пром медведями, вот это сленг, допустим. Тоже там не такой грубый, не там сленг какой-то молодежный, а просто вот именно с точки зрения спортивной. И с таким борются, потому что это сужает аудиторию. Но когда дело касается контур-страйка, когда дело касается футбола, там без этого сленга можно обойтись. То есть там останется офсайт какой-нибудь под такого рода понятия или пенальти, без них никуда не деться, это никак не изменить. И там в Кейсе тоже, допустим, тоже более-менее все понятно рядовому зрителю, поэтому порог хождения гораздо ниже. А в ДОСе, как бы ты ни убирал англицизмы, от этого понимания не сильно изменится, тем более, что редко где можно будет убрать. Я там слышала, вот не помню где, я обдумывала, когда вот как можно убрать англицизмы, допустим, на что можно заменить слово блинк. Но потом я услышала, вот дай бог памяти где, по-моему, это было на прошедшем Старладе Миноре, и вот кто-то, вот не могу утверждать, кто сказал вместо блинк прыжок. Вот я подумала, ну в принципе ничего такая замена, но все так не заменить, вот и все. То есть там может какая-то официозность прибавится, там типа называть не Медведя, а Virtus.pro, еще что-то такого плана, но этого и так не особо много. Но так к этому надо стремиться по итогу, пытаться хотя бы заменять? Посмотрим на большой спорт, что с ним станется. Я думаю, что сколько бы ни пытались, сильно ничего не изменится. Потому что там баскетбол, футбол, даже такое ощущение, наоборот, что они насильно коверкают. Это непривычно слуху. И легче людям ходящим подстроиться, чем перестраиваться всему вот этому комьюнити. Ну да, это корректно. Очень много людей в киберспорте, они многостаночники. То есть там многие из твоих коллег, они сегодня комментируют, завтра хостят, послезавтра в аналитику садятся. Ты вот смотришь на расширение своих должностных обязанностей? Конечно, смотрю здесь. Какую сторону? А все стороны, они одинаковые. В любом случае, это работа с речью, работа на камеру. То есть если ты умеешь быть хорошим хостом, то навряд ли, если тебя пересадить на соседний стул аналитика, ты станешь хуже. И с комментированием примерно так же. Ну, в экспертизе все-таки нужно другое знание, более глубокие. Опыт. Нужен опыт в первую очередь. По поводу аналитики там тоже даже не всегда... Ну, знание ясное дело, но больше иногда и авторитет личности решает. Чтобы он мог что-то сказать, что-то утвердить, и это утверждение не подвергли сильному сомнению. Поэтому, да, вот это все зависит от авторитета. Так что здесь как получится. Бытует мнение, что золотая эра доты, она уже закончилась, что доту меньше смотрят, в нее меньше играют, и вообще дэдгейм. Что ты по этому поводу вообще думаешь? Ну, здесь тоже исход не предопределен, потому что про КС уже сколько лет говорят, что он умирает. Что-то как-то он медленно умирает, но я и не рассчитываю, что все доты единые. Потому что если ты врываешься в тусовку, ты врываешься не конкретно в доту, а, вероятно, во все сразу. И ясное дело, что все эти люди, которые сейчас работают в киберспорте, они все сразу без работы не останутся. Они все будут потихонечку перетекать, там, допустим, Тоби-Ван комментировал доту, потихонечку в PUBG, да, переходят. И так, думаю, случится со всеми. Так что здесь ничего такого ужасного в этом нет. Да, там одни игры выходят из моды, другие надоедают, это нормально. Но ты держишь в голове эту опцию о том, что скоро праздник будет? Нет, для меня была бы эта катастрофа, если бы я ничего, кроме доты, своей жизни не знала бы. А так, я думаю, что свою волну я поймаю. Допустим, сейчас я бы с удовольствием покомментировала и по уровню своего осведомления в игре, допустим, и по уровню интереса, и в Overwatch, допустим. Вот, обожаю, действительно, сразу с тебя включилась, но я понимаю, что это не та дисциплина, которая, возможно, получит широкий охват, там, специфика просто самого киберспорта в Overwatch. И также, думаю, PUBG, Fortnite, прочее, там, спокойно я в это поигрываю, и если вдруг мне там скажут, что все, отныне в доте не будет ни одного турнира, я не умру от горя. Разумный подход. Сейчас происходит тоже отток, что ли, своеобразный комментаторов, вот сейчас из англоязычных, из комментирования доты. И, ладно, там, LD, который уже очень долгое время ничего не комментировал, но в Берлине просто взял тоже и ушел. И они говорят, в принципе, одни и те же вещи. Семья, да. Дело даже не в семье, что это не такая уж и прибыльная работа даже для англоязычных комментаторов. Раньше как было, раньше хотя бы ты мог там на мажоре пофармить, на Инте пофармить, и вроде как живешь. А сейчас даже таких опций не осталось. С точки зрения рациональности доты, это крутой источник заработка на культуру на путь? Учитывая то, что, наверное, 9 десятых времени того, которое провело в доте, я не заработала ни копейки, я вообще ничего не могу сказать. Но я не тот человек, у которого в нашей висит семья, который там единственный источник заработка для 10 детей. Я поэтому с этой точки зрения не смотрю. Мне, в принципе, все равно, получаю ли я доход с этого и буду ли я его получать в ближайшие несколько лет. То есть для меня это не критично. Я, может, слишком молода еще для этого, чтобы так задумываться. А может просто... Ну, ясное дело, что рано или поздно у меня вопрос денег встанет, но сейчас он меня не трогает, и поэтому я нарабатываю опыт, скажем так. Все-таки это с любой работой сейчас так. Ну, ясное дело, что когда ты кастил доту 10 лет, и ты не зарабатываешь никаких денег, ты рано или поздно уйдешь. А так, вот именно с точки зрения моего возраста, все сейчас люди ходят в журналистике по бесплатным стажировкам и точно так же находятся в тех же условиях, что и я. И поэтому я не считаю, что я что-то теряю, и что, боже мой, мне нужно где-то бежать зарабатывать деньги. Кстати, а в УЗИ можно предоставить как практику, например, твою... А вот я задумалась об этом, он как раз совсем скоро у меня станет острый этот вопрос, и я не знаю. Это на самом деле... Ну, там зависит от того, на какой кафедре ты учишься. Допустим, если ты учишься на кафедре печати, и ты принесешь там справку о том, что ты комментируешь доту, я думаю, что это не сильно зачтется. Вот у меня сейчас этот вопрос тоже еще не решен, потому что я только экзамены сдала, но это тоже... Там выбор кафедры зависит по большей части не от того, кем ты хочешь стать, потому что она все время тыкает тем, что Малахов закончил печатное отделение. Это зависит от того, какие условия на каждый из кафедр, и какие условия по отношению сместительства с работой. И поэтому печатка, это хороший вариант, она не напряжная. Там говорят, что никого не трогают, поэтому я была бы не против там оказаться. Хорошо, я думаю, мы будем закругляться уже. И напоследок, какой главный вывод ты бы сделала из вот того небольшого отрезка пути, который ты прошла в качестве киберспортивного комментатора? Вот самый главный вывод, который может быть даже как напутствие может прозвучать? С напутствием трудно достаточно. Все-таки пути у людей разные, и ты смотришь на людей, которые много вкладывают, не получают ничего, которые не вложили почти ничего и получили много. Удачи, ребят, просто удачи, да, в большом ничего не понадобится. Не, ну как, нужно работать, разумеется, но удача, она решает очень многое. Спасибо большое, Даша, за интервью, и вам, друзья, спасибо, что смотрели. Это только начало, мы будем радовать вас еще большим количеством контента с турнира, так что подписывайтесь на наши всевозможные каналы и социальные сети. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!